здравствуйте друзья сегодняшний урок будет по теме как создать свои кисти в программе coral painter 2022 в принципе то что я буду рассказывать подходит ко всем пайнтером только за исключением тех нововведений которые появились в данной версии так загружается по интер наш не пугайтесь что он у вас будет немножко другого вида я свой пойнтер настроила с помощью панелей поскольку новый пойнтер не содержит русификатора то есть еще не сделали русификатор официального русификатора то есть официального русского языка в программе не существует поэтому весь пойнтер 22 он на английском языке ну значит начинаем как обычно создаем документ new документ если вы хотите создавать свои кисточки я предлагаю вам создать шириной где-то 1000 на 1000 это будет достаточно так 150 пикселей вот можно сразу сохранить данный размер ты еще на тысячу нажать сейф и он у вас появится вот здесь здесь я уже два размера сохранила все у нас белые белая бумага и paper то есть бумагу вы можете здесь выбрать какой которая вам нужна мы ставим по умолчанию здесь тоже оставайте оставляйте по умолчанию кстати можно вот нажать layer tip default но у вас будет дефолт это я в предыдущем открывала tick paint default и можно скрыть канву ну то есть скрыть холст сейчас посмотрите вот холст получается прозрачный делаем на весь экран и что нам нужно кисти так сначала по интерфейсу если хотите чтобы вот этот кастомизированный интерфейс мой скачать он будет у меня в группе ссылочка на главной странице в углу обложки вот здесь я перевела почти все меню но основные команды которые нужно то есть вот она над лентой вот этой располагала расположила их то есть вот слои вот команды которые к слой к слою относится вот которые холст вот они вот здесь вот канвас это холст выделение это select правка это edit можете расположить как они вот здесь идут вообще неважно можете их расположить вертикально там и горизонтально там так далее вот за кисти тоже это все меню вот эти большими буквами это все меню вот еще такое сокращенное вот формы формы это вот этот шейпс я выделила в одну потому что не часто здесь приходится формами пользоваться ну иногда пригодится короче так вот панели можно панели команд панели инструментов вот нажимаете она скрылась панель команд открылась так свойств вот панели свойств вот видите выбор ресурсов вот она ну короче здесь посмотрите я думаю что у меня был по моему урок или я еще один сделаю конкретно поэтому русификации вот этого корова с помощью панелей хотя у меня уже есть на канале двадцатую по моему я версию делала таким образом всякие какие-то команды короче разберетесь я думаю если что-то непонятно пожалуйста в моей группе чат туре арт туре артист youtube канал туре артист там можно будет у меня спросить все что угодно тем более что сейчас поддерживаются видео чаты и никаких проблем не составляет мне даже показать вам конкретно для вас если вам что-то непонятно либо с кистями либо с вот этими моими панелями либо вообще просто по coral painter еще есть справка coral painter у меня тоже она есть то есть на официальном их канале она на английском языке сейчас я покажу вот мы открыли она в формате pdf все на английском языке участница моего чата мамайка такая девочка хорошая она перевела все вот это всю вот эту справку но пользоваться ей будет немножко затруднительно тем кто потому что здесь перевод не настолько это машинный перевод поэтому некоторые понятия здесь переведены настолько насколько машина понимает то о чем сказано вот в этом вот в этой справке но опять таки если что-то непонятно пожалуйста спрашивайте сейчас я не буду вам пересказывать вот эту вот всю справку я своими словами покажу что вам нужно будет знать ну вернее то что вам вообще необходимо будет в работе так здесь вот рассказывается про панель панель кистей она обычно вот здесь вот выбор этой панели можно выбрать вот в окно windows 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 нажимаете windows и вот здесь вот выбираете brush control панель ой brush selector brush selector может быть бар это вот этот и может быть компактная панель это я ее переименовала в кисточки вот она компактненькая то есть здесь вот в один столбик все показано то есть вот так вот выбираются категории ну и вот так вот выбираются кисти все то же самое что здесь только здесь она вот такая вот широкая полная то есть выбираются вот здесь вот категории здесь же сразу же смотрятся отпечатки вместе со штрихами в 22 версии появились так появилась такая функция как фильтр то есть можно все вот эти вот кисти отфильтровать во первых появилась вот можно ставить make с фаворит это значит отметить как любимую вот например сейчас мы возьмем какую-нибудь кисточку ну вот просто посмотрим как она рисует очень даже неплохо например понравилась вам эта кисточка подходит она вам вы отметили ее как фаворит вот здесь прямо же видите она здесь появляется вот в этой панельки просто когда вы рисуете вот эта панель она автоматически скрывается если вам нужно иметь под рукой все время панель вы открываете вот эту маленькую панель отметили как фаворит теперь нажимая например выбирая фильтре my favorite она сейчас покажет только фавориты и у меня тут фаворит только одна кисточка которую я сейчас отметила когда мы снимем вот этот вот эту галочку то опять отобразятся все кисти вот давайте эту посмотрим тоже неплохая отлично так теперь мы еще отметим отметим конечно же самую простую для тех кто скачает мою рабочую среду она скачивается со всеми кистями со всеми бумагами со всеми вообще все что вы производили изменения она сохраняет в workspace это вот здесь вот window workspace и вот я сохранила вот есть дефолт это которая по умолчанию я сохранила painter 22 new и можно экспортировать его workspace вот экспортировать можно импортировать если нажать импортировать и выбрать вот этот вот workspace то у вас вид будет точно такой как у меня и вам легче будет разбираться во всем потому что я вам буду объяснять вот отлично рисует кисточка дальше и вот теперь мы если отмечаем мой фаворит вот две кисточки у нас есть если мы возьмем перейдем в какую-нибудь другую библиотеку ой не библиотеку возьмем какую-нибудь другую вот pencil конечно нам все время в первую очередь нужен будет вот карандашик такой неплохой такой карандашик все мы его тоже отметим как фаворит потом возьмем софт сильно вообще вот такой вот можно взять вот сразу же могу даже вот так например еще возьмем вот этот вот то для больших так каких-то деталей то есть видите он реагирует на наклон пера то есть можно такими широкими это я уже с наклонила пером вот когда без наклона он вот так вот рисует опять мы отметили теперь смотрите все у нас теперь вот отмечаются те те категории в которых есть ваши фавориты то есть они не смешиваются в одну они все равно расположены по категориям но из всех категорий выбираются те в которых у вас есть любимые кисти то есть тогда вот этот список намного больше у это есть меньше за получается хорошо мы сейчас перейдем дальше painter masters ну вот не знаю что по интер мастерс у нас вот не было например ничего вот если я удалю из фаворитов вот здесь ничего не будет короче здесь нету не знаю что это за такая вот есть все кисти например которая со штампом которая поддерживают штамп это что пенсии но опять таки вот мой фаворит я же убрала убрал они все равно то есть показывается мой фаворит но я не знаю это глюк или это а дождите вот здесь тоже штамп вот ну короче я не знаю вот это может быть и глюк вот здесь вот видите она показала не только эту категорию а вот в скольких категориях есть штампы и поэтому мне кажется что лучше наверное поле вот и сейчас она здесь показала здесь вот если ничего не выбирать вот кстати вот это вот можно скрывать и раскрывать фильтры то есть будет с фильтрами будет без фильтров вот если мы здесь теперь фильтры уберем а все мы все убрали да ну давайте сейчас нажмем штамп и все равно только 2 2 те которые мы выбрали вот фаворит вот пенсию наверное не знаю может быть именно в этой категории не знаю как то вот либо либо у меня она как-то неправильно работает вообще я думала что должно быть когда мы опять нажимаем она показывает все я так думала что должно быть вообще то ну вот давайте уберем вот с этой кисточки фаворит давайте со всех уберем как я сейчас мы возьмем мой фаворит вот акрилекс уберем мой фаворит и так вот это уберем мой фаворит и вот эту тоже уберем мой фаворит да все мы вот убрали вот она показывается и теперь вот если мы опять сделаем так все как бы ничего нету моих фаворитов нету отжимаем теперь выбираем со всех этих самых штампы опять вот что только разве два этих не может быть ну короче вот clear наверно очистить фильтры сначала а потом штамп вот такие вот только две я не знаю честно почему это так ну давайте очистить давайте возьмем потому что здесь не только в этих есть вот в конт я знаю есть вот это вот это штампы ну то есть кисточка использует штамп как узнать использует ли кисточка штамп это вот даб тип capture it здесь идут дополнительные параметры вот которые будете вы настраивать вернее сразу же можно выбрать какие-то другие подтипы тип штриха метод субкатегория субкатегория soft альфа-бленд грэйни софт альфа-бленд флэт альфа-бленд грэйни флэт альфа-бленд грэйни hard альфа-бленд здесь стояла по умолчанию сейчас посмотрим флэт альфа-бленд вот видите изменилось само это самое потому что она вот стала такая грэйн это вот этот параметр отвечает вот здесь вот а зерно зерно короче зернистость это уменьшается зернистость soft soft вот такая вот мягкая hard если вы поменяли какой-то параметр и потом вам не понравилось то вы можете нажатием правой клавиши на на этой кисточке restore default вариант сделать либо вот этот вот еще вот здесь есть кнопочка рези tool все вы по умолчанию вернули можете дальше модифицировать когда так сейчас посмотрю вот эту например он прикольная такая называется смуч ну такая неплохая видите как можно раз растушевывать ну вот понравилась вам эта кисточка но не нравится например что она очень сильно размазывает да то где это можно отрегулировать вообще самые основные самые основные параметры они находятся вот здесь вот в этой панели свойств самые основные параметры это естественно размер открывается сразу вот такое вот окошечко где вы выбираете размер сам минимальный размер здесь минимальный сто процентов если вы его уменьшите то она будет вот уменьшаться краю опять таки уменьшаться она будет при здесь пока что ничего не выбрано вы можете выбрать velocity это давление от того как выдавить будете так она будет вот и уменьшаться так по размеру есть такая вот англ англ панель это панель которая за поворот отвечает вот здесь он 4 градуса поворот size library вот все в принципе вот эти вот библиотеки и и дополнительные панельки есть ссылочки вот здесь шов хайся из ли брали вот видите у меня она уже закреплена в панельке наконечники то есть я здесь могу выбрать например другой наконечник для этой кисти да вообще перестала рисовать ну короче если что-то перестает работать вы всегда ресторы делаете и все так смогли дальше идет ну вот здесь вот это спейсинг понятно здесь вообще-то имеются подсказочки если вы не знаете языка то вы можете посмотреть и логически по все на картинках показано при наведении мышки вот высвечивается если сюда в эту сторону то будет такая непрерывная полоса если мы увеличим спейсинг то она будет более разбросана у меня вообще она перестала работать давайте другую возьмем я не знаю такое бывает это версия еще только вышло поэтому я так думаю что нужно будет ждать немножко обновления потому что вот эти новые функции они при каких-то условиях может могут не работать вот видите вот вот смотрите сейчас посмотрим то что мы там пробовали вот минимальный размер если уменьшить то она будет вот чуть-чуть так уменьшаться но никак не реагировать да вот минимальный но если мы вот здесь поставим velocity например вот видите сначала я давлю а потом отпускаю потом как бы опять вот это давление вот это direction то есть все просто когда вы создаете свои кисти и даже если вы не знаете английского языка вы просто берете и пробуйте direction видите изменяя один параметр вы уже кресуры это вот как нажим нажатие вот я нажимаю сильнее она ведет себя вот так дальше можно взять инвертировать вот этот вот параметр то есть если она кисточка работает сейчас от маленького давления меньше размер от большого больший размер то если вы инвертируете то она будет наоборот видите при большом давлении ой вернее при маленьком видите она сразу большая а при большом она маленькая вот таким образом вы можете создавать любые кисти то есть здесь уже все ограничено только вашей фантазии и вашими потребностями все например тоже поменяли поменяли он давайте спейсинг здесь покажу вот вот пошли сейчас она еще не видно давайте вернем вот этот параметр минимальный сайт вернем и сделаем спейсинг то есть штампики будут вот так вот теперь с расстоянием накладывается опять таки это вот хорошо например чтобы делать фон видите здесь же можно с помощью дальше идем поворот здесь поворот на 80 градусов а вот здесь вот вот можно вот его развернуть вот так дальше здесь опять таки вот еще параметр а от чего будет зависеть этот поворот тоже там velocity здесь bearing rotation source можно выбрать ну и смотреть а если хотите чтобы вообще вот рандом но обычно для фонов лучше вот рандом они в разных этих самых будут накладываться вот это получается угол на которые будут поворачиваться а это будет у нас шаг шаг 4 градуса вот каждый последующий будет поворачиваться на 4 градуса так дальше что здесь еще даже вот в этой маленькой панельки видите что касаемо размера вот столько всяких параметров вот эта панелька size library вы можете ну как бы если не хочется вот здесь вот менять размер здесь размер меняется нажимаете и вводите здесь даже можно не нажимать сразу же просто берете вот так вот и вводите то здесь можете конкретные вот размеры уже готовые вот 30 10 ой 10 15 то есть если вам нужны шаги такие какие-то через десять пикселей то пожалуйста вот дальше пятьдесят семьдесят пять сто двадцать пять ну и так вот до семьсот пятидесяти дальше ну вот например даже сейчас вот я нарисовала какую-то фигуру до вообще непонятную фигурку сейчас я немножко ее подтиру и покажу как сохранить вы можете вот эту выбравая например ну вот такой у меня будет сейчас отпечаток для того чтобы сохранить этот отпечаток вы просто спускаете его то есть открываете канву холст и спускайте его на холст вот это collapse layer нажимаете все они объединились теперь выделяете все здесь будет на моей панельке подписанные все вот эти кнопочки на русском языке вот выделить все квадрат вы можете не все выделять но это тогда воспользуйтесь вот этим выделением квадратным дальше идем в кисти это брушис сейф вариант а капча даб вот сначала капча даб сквары пишите раз он уже такой есть какой-нибудь добавляете один два три и где вы хотите сохранить капча даб либре концепт фаз короче вот это вот все категории не кистей а вот этих вот отпечатков давайте возьмем концепт например да сохраняем теперь смотрим вот здесь вот в капчуре в этих отпечатках сейчас смотрим концепт Bristol вот концепт и вот наш отпечаток появился здесь мы его сразу же можем использовать но если мы хотим вот этот вот кисть ну во первых нам не обязательно создавать ну поскольку мы меняли уже параметры лучше создать новую кисть нажимаем правой кнопкой мыши сейф вариант сохранится тот вариант который мы модифицировали вот сквары 1 контент ну то есть это в этой же категории сохранить вот видите сквары 1 теперь сюда если мы нажмем то сделаем и нажмем сюда то здесь тот который вариант был а здесь тот который у нас стал вот видите ой блин я нажала я нажала эрейзер вот видите эрейзер здесь есть такая категория эрейзер метод и у нас сейчас сохранился вот именно этот метод кстати полезно сохранять некоторые эти самые кисточки в категории эрейзер то есть в категории эластик но если мы не хотим эластик вот видите это мы просто изменяем категорию так на какую сейчас вот диджитал марки текстура ну вот есть либо легаси хоковер либо энхэнсид ковер вот видите и здесь есть вот разные подкатегории мы можем сохранить грейни альфа блит это все ничего у нас не происходит почему-то потому что у нас он как эрейзер теперь идем так ладно мы сейчас этот удалим вариант римовый вариант да это вот так удаляются вот что-то намудрили например все удалили вариант здесь дефолт теперь изменили настройки как вам нужно спейсинг вот этот что мы здесь сделали спейсинг да 120 процентов это уже будет вот они сейчас спейсинг вот строки джиттер то есть он будет разброс разбрасывать и сделаем побольше его вот разбрасывать и какой мы еще меняли мы меняли вот этот вот а вот этот вот сквиз это сжатие можно без сжатия ой вернее вообще сжать видите что будет вот такими будет рисовать полосочками если если чуть-чуть о если повернуть будет тоже вот из какой-то это самое можно создать вот такие это будет например как штриховка да но это я сейчас мышкой делала а если вы будете делать это вот пером то тут совсем по-другому оно будет себя вести почему потому что у нас стоит вот здесь вот вот bearing variable так сейчас вот немножко добавим то есть вот она стала вот видите прямоугольничками если мы сделаем так то оно будет вообще как и было квадратиками вот angle поворот вот можно поворот на 360 сделать и он будет разворачиваться в таком в разном порядке в различном вот здесь вот можно взять рандом все он будет рандомно и вот например нам нужна такая кисточка для наших например фонов да так главное сейчас не брать этот самый эрайзер вот мы уже сохранили например отпечаток а теперь мы сохраним сам вариант нажимаем и опять повторяем вот это save вариант square 1 save сейчас он появится вот видите теперь он будет у нас здесь то есть если здесь мы сейчас вернем все он превратится как и был то здесь у нас вот он останется и теперь вот все кисти которые используют штамп вы можете прямо вот так вот менять вот так возьмем вот этот штамп у нас уже будет вот такие какие-то узорчики видите возьмем вот этот будут другие узорчики вот вот мы как бы вот за пять сек создали кисточку которую можно делать такие вот фоны хаотичные если мы если мы дальше поиграемся с другими настройками дальше идет у нас прозрачность если мы возьмем на сто процентов вот у нас будет стопроцентная прозрачность то есть вернее это будет уже не прозрачная кисть если вот нажимать на сам кружочек появляется вот такая панелька здесь можно минимальную минимальную выбрать непрозрачность и от чего она будет зависеть вот например вот велосити давление вот я чуть-чуть давлю она почти не видная вот я сильно давлю она вот становится видна а вот чуть-чуть она такая еле-еле может на от прессуры тоже будет такая же можно выбрать тоже рандом здесь везде вот есть рандом то есть вы будете рисовать она рандомна будет вам для фонов вот рандом это если вот такие фоны делать вот самотон сделали дальше смотрим что у нас еще у нас дальше идет бумага вот этот вот показатель насколько будет проявляться бумага здесь бумага почти на 97 ну то есть почти на 100 процентов 97 и можно минимальный минимальную проявку этой бумаги можно ее вот так вот сделать тоже как рандом то есть она будет то проявляться то наоборот кстати вот этот вот не очень тоже вот давайте возьмем какой-нибудь наконечник вот этот вот например здесь будет более видно да бумага бумага и бумагу какую-нибудь вот можно взять вот такую вот видите вот на ней на ней более видно сейчас мы рандом сделаем ой то есть вот она уже рандом да и вот если мы возьмем минимальный вообще то есть она вот где-то совсем получается вот еле прозрачная но все это будет в случайном порядке вот рисат рисат это сколько будет краски набираться каждый раз при каждом мазке а блит это сколько будет сколько краски будет смешиваться здесь сейчас стоит без смешивания если мы поставим на 100 она будет на сто процентов смешиваться с другими красками но опять таки чтобы она смешивалась нужно убрать рисат то есть накопление давайте вот посмотрите сейчас на 51 процент вот видите пошли уже цвета такие фиолетовые более если мы риса от еще меньше сделаем то она будет как бы смешивается к цвета которые вот уже имеются но из-за того что она сейчас у нас такая рандомненькая не так уж она и видно но все равно по-моему видно да то есть вот я не беру цвет она я даже вот возьму зеленый например она все равно будет вот те цвета мешать вот такой вот можно сделать фон если мы уберем вообще прозрачу этот накопление то она вообще не будет добавлять цвета а смешивать только те которые у нас уже имеются если вы хотите вот сейчас я здесь создам слой новый слой я буду рисовать на новом слою если вот стоит такая пик об андерлин колор то она будет смешивать цвета все которые ну вот до этого были снижали лежащими слоями но если вы не поставите вот это то вы будете думать что она не работает видите ничего не происходит потому что нет сейчас я нажимаю на это и все и все процесс пошел и процесс этот сейчас идет на новом слое сейчас я покажу я скрою камбу ну скрою холст и вы увидите мы увидим что у нас вот видите у нас на этом слое вот так теперь дальше идет вот такая blending blending панелька смешивания здесь можно выбрать тип смешивания фейт например дальше heavy blender поскольку еще суд вообще не сделала она будет смешивать те цвета давайте возьмем для вот этих целей уже другую кисть то здесь я показала что мы можем такой вот джит раз сделать вот на этой самой мы можем сейчас чуть-чуть изменили то есть мы хотим вот например чтобы она такая осталась прикольная либо взять какой-нибудь другой вот например да и смешивать вот такими но кстати я бы взяла еще больше сделала сейчас angle поворот чуть-чуть меньше наверно и не 148 а где-то 110 чтобы она так даже вот не 110 я бы взяла может быть 98 чтобы она заходила друг на дружку то есть чтобы штампики не были совсем уж далеко друг от другом сейчас я это покажу добавив краски вот риса то сейчас посмотрите я добавлю из-за того что у нас рандом стоит и там рандом и там рандом то этой краски вот только первый раз вот она добавляется вот видите это давайте одни рандом и сделаем ну хотя вот можно такой сохранить вот такую рандом ненькую прикольную кисточку можно сохранить тем более что это просто сейф вариант сквары 1 1 нужно 1 1 вот все вот она давайте вернемся к нашей простой кисточке вернее не простой вот такой сейчас покажу вот на смешивание вот здесь видите так здесь смешивание вообще нет сейчас мы сделаем смешивание на сто процентов и риса от наполовину что будет так не очень значит сделаем еще риса от меньше тогда она будет уже смешиваться но смешиваться как здесь хэви блендер стоит потом например light блендер можно уже по-другому на смешивание а потому что у нас риса от на нуле вот я чуть-чуть его добавила а блин и блед потому что здесь вот смотрите если вы выбираете уже пресеты то она сама ставит здесь соотношение накопления и вот видите сто процентов ноль ноль смешивания она будет просто рисовать висп 11 вот видите такое смешивание но прикольная для для размазывания хорошо либо даже риса если риса от вообще уберем то есть вот где она цеплять будет вот какой цвет вот отсюда на и он тот будет смешивая но смешивание здесь всего лишь на один процент если мы сделаем на стол сейчас посмотрим что это будет ну вот она будет уже смешивать довольно таки неплохо это что касаемо вот это можно взять и дальше что здесь а amount это так здесь вот уже показано валюла в 10 процент tick paint brushes love the 20 make ну давайте 29 возьмем короче здесь со всеми этими самыми параметрами просто сидите вот так вот если хотите настроить кисточку и просто смотрите как она меня от изменения вы не запомните всех параметров на начальном этапе тоже дано вам и не нужно просто берите и пробуйте вы уже пойметесь так здесь на и на картинках все понятно что 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 к чему вот бруш лодинг это загрузка кисти сейчас посмотрим вот видите она потягивает краску вот так вот не просто смешивает она ее как будто тянет тянучись такая вот этот параметр отвечает и вот здесь вот еще такой вот очень важный параметр это вот это вот высыхаетесь кисточки раньше все время стояло где-то на конце ну во многих кисточках на 2000 сколько тут 22000 то есть видите для смешивание вообще лучше всего ну здесь вот это как бы она сухая нос вот теми параметрами она вот себя вот так вот ведет а в основном кисточки там которые вы хотите чтобы они смешивали более качественно ну то есть без вот этих вот переходов таких грубых то контролируйте вот этот вот параметр я где-то обычно там на 300 ставлю 300 чем-то тогда она работает супер сейчас есть я уберу вот видите вот она смешивает и причем смешивает так очень хорошо цвета видите а даже при том что у нас риса а теперь посмотрите на 200 поставим 2000 ну то есть она высыхает получается его и уже так она не смешивает она он дальше накладывает цвета если вообще убрать то есть она такая водяная водяная вот вот тут можно вообще хорошо размешивать то есть видите даже при том что у нас риса от 10 процентов она практически не берет уже цвета то есть вот это амут высыхание то в основном есть в таки в такой категории как акварели и ну и конечно же блендерные кисти там в основном вот этот амут на нуле видите как она посмешивала нам все цвета тут так что вот этот параметр он очень важный и почему они не вынесли его сюда уже не нужно было лезть даже в эту панель потому что он очень сильно влияет если другие параметры еще так себе ну я имею ввиду другие вот эти а вот этот параметр вот смотрите все вот она почти перестала смешивать то есть я начинает смешивать потом она высыхает но это еще не до конца видите да уже нет такого смешивания ну вот если мы возьмем деда молот и вроде неплохая такая кисточка получилась возьмем ее побольше сделаем потому что все она перестает сразу работать и не знаю почему или работает работает только мы может и не видим он работает так сейчас возьмем еще там дорис от на 0 цвета какого-то добавить давайте ари сад он тут уже добавился сам возьмем какой-нибудь другой цвет ничего не будет потому что у нас здесь на нуле и вот здесь еще есть галочка высыхать до прозрачности если мы стерем то она не будет так сильно высыхать вот видите но из-за того что она влажная на сначала вот первый штрих берет свет потом можно сохранить кстати такую то есть ею можно вот так и рисовать получается и сразу же размазывать давайте вот возьмем опять брюш логин тоже нормально короче вот я говорю здесь можно сидеть и вот так вот очень долго и вам могут вариантов очень много нравится ну такая тоже на прикольно можно сохранить вариант а это копий вариант можно здесь еще скопировать вариант то есть сейчас пока что концы концы мы сделали и сохраним и сохраним сначала вариант где там сейф вариант вот это я просто ошиблась сквары blend например blend blend все можно взять сразу выбрать другую категорию если это blend то почему и в блендер с вот миссии и сейф все мы сейчас перешли вот в этот вот в эту категорию потому что наша кисточка появилась тут не понимаю что вот это вот строки превью и да вот я не верю что а ну вот здесь она немножко подключивает вот вам не кажется что сначала здесь было другое или доходит до него очень туговато ну все вот этот вариантик у нас теперь в блендер сах дальше смотрим там другие кисти вот в эту или такая кисточка ну и все и вот так вот так дальше что в каждой кисточке в зависимости от того какой она категории принадлежит потому что здесь категории очень много категории вот это в генеральной вот здесь вот в настройке генерал бурш контрол вот на вкладке гене дженерал здесь вот можете посмотреть сколько здесь всяких категорий а потом еще и под категории у каждого это сейчас что артист ойлс артист ойлс flat вот мы поменяли категорию вот она уже немножко по-другому flat это мягкая да сделаем побольше вот видите ну например опачки поменяли категорию вам понравилась кисточка опять-таки что же делать берете ее и сохраняется сейф вариант вот или flat например так как она называлась там ну да просто flat пускай пока будет блиндер смеси сейф все она у вас появилась здесь начнете дальше ее менять категории даже можно вот просто flat да уже другая потом trim lines gravity партикли это вообще отдельная тема так я говорю здесь по каждой категории можно делать отдельный урок ну пока что я думаю что вам достаточно будет того и тут немного не нужно много вообще запоминать да и вы не запомните вот поверьте мне сколько я уже занимаюсь этим королом запомнить все эти категории просто запоминайте как они работают лучше всего вот нашли предустановленную кисточку которая вот нравится вам но что-то там немножко вас смущает в основном все настройки здесь вот например вот oil здесь настройки немножко другие вот здесь можно вот нажать вот на эту иконку и она уже будет вот по другому немножко работать дальше вот здесь смешивание 50 процентов можно вот убрать и вот она почти что не не красит почему почему сейчас мы это уберем а потому что потому что blit у нас стоит на 13 а ну сейчас сейчас вообще на 100 сейчас она будет смешивать а все из-за чего из-за того что здесь еще свои вот в каждой категории я же говорю там свои настройки если там были другие то есть там смешивание панелька то здесь просто смешивание насколько идет вот эмоут это вот видите сколько краски берется вот сейчас мы добавим здесь импаста кто-то у меня спрашивал про импаста вот если есть кисточки в которых импаста уже изначально заложено вот импаста это для того чтобы вот такая немножко текстурка появилась типа кисти здесь мы не будем трогать это разброс щетинок вот если чем меньше значение тем плотнее они друг другу чем больше значение тем они дальше друг от друга дальше идет здесь замочек стоит то есть чтобы они не увеличились размером а вот здесь даб опшин стоит можно выбрать там другую матерейк например вот она будет такая более короче здесь каждую кнопочку если меняете просто смотрите и все вот можно ищите здесь не видно я не знаю почему она сейчас не берет не берет у нас лент на сто сейчас посмотрим лент на ноль все равно да а потому что я ее не загружала здесь она как бы получается гря как грязная кисть работает поэтому пока вот я рисовала она не показывала мне видите сейчас я меняю цвет и она у нас вообще не смешивается на 50 процентов вот она будет смешиваться на 100 процентов она вообще будет смешивать просто смешивать краску сейчас посмотрим если мы поменяем цвет а нет она берет сначала цвет потому что что здесь ощущает а там а а а а то видите она уже не будет она будет просто смешивать то есть это как блендер можно тоже сохранить мы только что сделали на такой вот масляный блендер сейф вариант ну допускают мисс лет один сейф вот видите там у нас было сквары вот теперь сюда если мы зайдем и сбросим лучше сбрасывайте потому что раз уже сохранили в новые вот теперь если мы эту сбросим то есть она не сбросится потому что мы его сохранили вот если мы добавим чуть-чуть вот вот этого сейчас смешивание поставим блин поменьше загрузить вот и молча здесь загрузка краски очень меньше краски тем больше она смешивает на 4 процента короче я говорю здесь нужно просто садиться и гуляться с настройками но здесь уже предустановленных кистей очень много поэтому поэтому я думаю что для начала здесь есть на чем разгуляться ну вот хотела быстренько записать такой урок и не получается 59 вот минут уже прошло и о чем я рассказала почти не о чем а здесь только кистей что но не за тут жизни не хватит честно чтобы рассказать обо всем поэтому я говорю берете садитесь аккуратненько и начинаете смотреть каждую кисточку можете выбрать вот для начала одну и потом сначала например пройтись по категориям давайте тим лайн из гранит вот посмотрим это гравити здесь совершенно вообще другая это уже не даб кисти здесь уже совсем другие настройки но рис от здесь и были тоже вот есть сколько насыщение сколько этого вот это все во все что поддерживает кисть основные настройки выведены вот в эту панель поэтому сразу же смотрите вот в эту панель сюда можете не вести потому что вы тут запутаетесь а здесь вот нажимаете блит висп хорошо смотрите здесь перышки такие можно рисовать прикольные муки здесь бывает вот реально просто нечаянно вы можете сделать такую классную кисть которую ни у кого нет смотрите разве я не сохраню такую кисть конечно сохраню а эта кисть зависит от чего изначально были какие-то тут настройки может быть вот изначально она и вот они пришлись очень даже прикольно то есть бывает вот и захочешь специально сделать кисть будешь мучиться и не сделаешь а тут раз и нечаянно создалась такая кисточка смотрите сейчас мы создадим новый слой удалим красиво здесь уже фантазируем так теперь конечно мы такой сохраним и это где ну конечно не в blenders смотрите сейчас мы берем сейф вариант и сохраняем в здесь есть такая категория партиклись к нефис это как бы нож glow тик тин ну не знаю в какую тик это ну такая густая glow glow кстати glow это если поставить галочку она будет как бы светиться давайте тин в этом флот в или как нет это будет не флот об артиклась все например сейф да сейчас откроется у нас партиклись и вот в эту или партиклись вот наша кисточка которые мы уже можем гордиться продавать ее за большие деньги такие вот перышки рисовать самоту хорошо что еще в ней можно поменять ой насчет партиклись это вообще вот вот я говорила glow вот этот параметр вот здесь glow то то есть она будет на темном вот видите белые такие вот светится для этого тут даже есть такая канва например можно файл new сделать и выбрать здесь вот партиклись брюшис видите такой темный фон 1000 идет ширина 2000 на 1200 ну давайте вот у нас боже чего он так вот делает надо где-то там в настройке выбрать что ну хотя может не надо выбирать ну чтобы он не превращался в окна делаем новый слой вот здесь glow она вы видите здесь белая беленькая в начале вот это отвечает этот параметр glow дальше вот настройки еще какие здесь waste jitter ну давайте jitter поставим что будет ну типа путаться будут эти штуки да дальше если больше сделаем ну то есть если здесь они более пряменько поле то здесь они вот как будто в пучке причем дальше еще что здесь здесь вот как бы нету вот если мы здесь нажмем на вот эту вот панельку а здесь откроется уже такая более расширенная панель относящийся к вот этой кисти а ну здесь такого особо ничего нету я думала что здесь будет много нет настроек здесь немного значит можно ее закрыть дальше идем make а вот make что-то make part of the dark background is required все пускай так и будет дальше impasto здесь тоже вот можно про impasto я вам еще не сказала да вот impasto изначально например отключена в этой кисточке но можно вот таким образом включить и бывает два вида дефт он ли это глубина и цвет и глубина вот здесь выбирается глубина давайте на сколько там 300 процентов увидим ли мы здесь здесь мы наверно вряд ли увидим потому что у нас она тоненькая давайте резать сделаем больше все равно вот ширина сайс так вот минимальные давайте минимумы сделаем так вот можно так дальше что тут блин 92 хорошо а вот здесь вот гравити партиклис вот вот это вот самая главная кнопочка вот в этой вот если на нее нажать вот видите здесь два вариантика есть но можно вот этими например например воспользоваться которые уже здесь есть ширина ширина толщина по моему джиттер ширина джиттер не будем например так делаем еще один слой вот это убираем чтобы смотреть здесь они еще под наклоном так далее дальше чтобы ее постоянно вот так вот так что она будет прятаться партиклис коммун панель вот мы ее она здесь находится вот windows вот есть поле drivers и вот есть партиклис вот мы ее сейчас активировали ставим куда нам надо и здесь уже начинается вот это вот с партиклисом это вообще прикольно кисточки создавать то есть ну таких кисточек конечно ни в какой программе вы не создадите тут мех прикольно рисовать дальше глобал хаос хаос такой глобальный вот видите ну то есть вот она будет вести себя вообще непонятным образом то есть вы будете в одну сторону ее вести она будет в разные вот видите если вы не хотите чтобы такой хаос был то чем меньше хаоса тем она послушнее вот видите вот я все теперь я хаос практически убрала все но теперь более будет слушаться дальше сглаживание сейчас посмотрим на сто процентов ну вот она будет так гладенько аккуратненько дальше а если без сглаживания так давайте сейчас очистим слой кстати в этой версии появилась кнопочка очистить очистили можем заново ну то есть вот можно волосы и рисовать дальше давайте до конца дальше что идет локал хаос а локальный хаос давайте тоже уберем его и видите что получается вот уже у нас получилось из таких этих самых волосиков уже он лента получилось так вот это мы тоже возьмем сейчас новый слой каждый вариантик можете это лучше всего сохранять потому что я уже говорю никогда не знаешь что то потом у вас получится сэх вариант один сэх вот видите ну то есть абстракцию рисовать вообще прикольно дальше что если чуть-чуть добавим хаоса вот все они уже превращаются вот в такие чем мы больше добавим сейчас 50 процентов то видите что это будет а блин а хорошо что я сохранила потому что я сейчас нажала на сброс и думала что сейчас все с этом ну сейчас на сброс нажиму очищу этот вот у нас была вот эта лента да теперь мы локального хаоса были добавили вот такая она у нас получилась еще больше добавили вот она получилась вот видите бенгальские огни можно делать кстати прикольно сейчас опять сохраним вариант лучше сохраняйте так 12 дальше где там этот хаос а вот локальный хаос если сглаживание поставим вот она более такими видите красиво наконечники можно скрыть это тоже чтобы больше было место вот это я сейчас вверх веду вот это вниз такие светлячки красиво правда если сделать их разноцветными можно сделать разноцветными это вот здесь вот color variability кстати я его все время не знаю зачем я сейчас еще не успела вот сюда запускаю а куда у нас пропало это а layers куда-то там layers сюда у нас мы не туда поставили вот так нужно поставить чтобы у нас и layer остался layers и вот эти вот здесь если мы сейчас поменяем вот эти параметры hsv у меня стоит здесь как hsv здесь можно выбрать from gradient она будет рисовать градиентом вот здесь выбираем градиент вот например разноцветный да она будет вот уже градиентом рисовать видите ой вообще классная надо ставить ой ну все я когда начинаю заниматься кистями то есть это все я уже не рисую я уже вот такой вот вот градиент может быть еще линейный там вот вот можно здесь то есть там если она сейчас такими маленькими точечками этот градиент то можно его смуз сглаживать вот он уже будет не такой видите блин надо все наверно на этом закончить и пойти в стрим потому что это надолго уже час пятнадцать у меня урок идет ну ну красота правда все надо еще такой вариант сохранить вот смуз кстати я всегда лучше конечно процентов на пятьдесят сейчас еще один сделаю слой вот она тогда пятьдесят может даже меньше а сейчас пятьдесят девять ну где-то на пятьдесят вон видите есть такой переход ой все для волос сделала такую еще и glow можно glow например убрать где тут у нас есть это где там у нас glow по моему вот здесь вот сейчас уберем она не будет так уж хотя тут она и так светлая вот сейчас мы вот градиент показала from color set color set это вот где вот эти вот цвета будут вот это гармоникс давайте хсв вот здесь можно настроить отдельно вот здесь можно настроить отдельно оттенок будет насколько меняться там например сатурэйшн сатурэйшн я немножко бывает меняю только и темноту сейчас еще один сделаем вот видите и все это от того цвета который у нас сейчас выбран вот видите выберем голубой она будет голубая но варианты вот здесь уже лучше побольше смуз выбрать а вот толщину сам самих самете сейчас посмотрим дампинг дампинг тут маленький да давайте дампинг попробуем что за дампинг ну вот на 90 а сейчас я я поняла то что за это маленький видите она будет такими светлячками очень маленькая это торможение типа 4 вот лучше всего такой кисточкой тихонечко так вот я чуть-чуть нажимаю когда сильно нажимаю вон она как а все почему здесь наверно от размер до призюры призюры а если вот поменять смотрите что будет ну как бы нормально тоже минимальный сайт здесь можно есть а сейчас посмотрим минимальный сайт если такое сделаем а если мы сделаем одинаковые на сто процентов то есть она сразу так ну давай дальше здесь можно вообще на ноль торможения сделать она не будет тормозить вот так вот видите а это уже я поворот делаю и она вот дальше чем пинг ой дампинг мы уже сделали дампинг джиттер есть еще на 50 процентов посмотрим а а ну поскольку у нас он ноль то есть так разброс здесь ноль и здесь ноль будет просто так дальше форсы это насколько будет длинная наверное сейчас посмотрим просто вот я же говорю берете и вот я щас вниз виду они в бок вот видите наверное это форс 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 а направление наверное наш в градусах или как а сейчас еще сделаю слой вот я щас вниз видите виду вниз а она сбоку давайте уменьши дальше да где то есть угол дальше дальше и и очень больше то она тем больше вот в сторону почему то вот так он делает вот дирекшн вот блин дирекшн вот направление нулевое 45 вот видите вот 100 фонтан и можно делать 94 и вот сейчас форс тогда форса я понял это как будто ну как фонтан такое по направлению то есть вот если 100 процентов очень больше то она будет просто вверх фонтанчиками видите я вниз виду наверх потому что направление у нас 94 180 короче мех можно такое вот рисовать так нарисовали нарисовали потом кисточкой здесь вот ой мастиком подстерли вот так вот красиво дальше назад кисточку вернули направление 360 опять так нам нужно вниз это значит будет сколько 270 270 здесь же можно вот точно и выбрать цифру 270 окей и все так вот она будет вниз дальше что у нас еще есть флоумап не знаю флоумап так еще и это я сейчас вот еще дергаю и она видите как ну короче прикольную кисточку создала кому надо обращайтесь так дальше флоумап здесь не особо виден а вот вот еще флоумап контроль панель а вот такие вот такой посмотрим как но я не вижу флоумап контроль тут какой-то ладно если убрать то все она будет ровненько никаких нам флоумап дальше expressions вот пожалуйста форс и можно от велосити потом дирекшн можно от прессуры он видите ну короче тут уже говорю гуляйте 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 хал глобальный хаос тоже например от велосити нужно будет такой вообще хаос хаос так вот все дорогие друзья это еще только начало начала вам рассказывать но вы все поняли да просто не бойтесь вот сначала используйте вот эти все свойства которые на панели свойств изменяйте но потом можете еще и вот здесь вот поменять ну вот здесь например вот мы категория это сингл да но здесь только сингл если было еще какая-то он флоу партиклас вот мы изменили категорию пожалуйста у нее уже другие какие-то параметры но тоже прикольные трава прям целая такая то есть это у нас тут остались все параметры до которые мы здесь задавали так наверно еще какие-то тут появились до а флоу партиклас вот она партиклы флоу панель где она а ну так все это то же самое только вот еще флоу партиклы здесь позиция джиттер вот еще джиттер тут добавился вот видите джиттер вот этот вот что он делает вот из такого вот пушка нужно сделать вот всякие такие чем больше его тем больше она становится и вот можно здесь велосити например сделать синон это он тогда не будет здесь рандомайзе вот здесь можно рандомазить вот хаос вселенная вот здесь и причем еще можно как рандомазить здесь энханси флома а эджис есть еще флоу мапс так вот возьмем другой еще вот 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 с вот вот это как ф poll to дальше что здесь gravity так еще а здесь еще можно выбирать вот эти только сейчас она недоступна потому что это другая категория сингл так дальше вот сохраним этот вариант сейв вариант 4 вот он 4 вот эту мы аресту ой не римова аресторы ресторы хотя мы были его изменяли и не наверное не сохранили там он дирекция ну короче ладно не сохранили не сохранили flow здесь не поддерживается а вот здесь играете velocity так force и тогда не будем курсы наполовину direction не будем ой не не будем так куда везти туда и она и быть так теперь можно побаловаться так велосити асселебрающим целебрающим вот так вот не знаю что такое спин спина здесь был на 50 запомнили спин будет на 100 а то есть вот видите такие были повороты а если убрать все восемь процентов но она будет полетка прямая а вот на 98 сейчас еще один сделаем вот видите волосы волосы это на 84 давайте на 100 все равно желтый а почему желтый потому что градиент если хсв выбрать разные делать вот это я пара под разным углом вот одна и та же кисточка вот она рисует вот так вот glow здесь немножко убрать как это мы все это самое локал хаус все убрать такими более прямыми так что еще велосити это и все можно здесь вот например рандом если поставить вот так вот тоже можно взять сохранить вариант 4 или сколько это 5 вот так вот красиво красиво я тогда в одну сторону а сейчас вот я в разные виду короче тоже здесь можно гуляться и гуляться дальше тин лайнс флоу а мы уже это смотрели лайн спринг опачки то здесь вот уже другая получается схема схема расположения щетинок вот этих и она получается такими вот вот ну и дальше вот из-за этого она вот тоже сейчас если будем менять параметры у нас очень будут интересные вот эти штучки вот эти штучки вот эту мы сейчас сразу же сохраним сейв вариант это будет 6 видите креет это вариант уже здесь а у нас уже есть такой нет значит сейв вариант какой будет 6 6 6 а чего а чего он такой тут самая тин сприн сейв вариант сейв да все вот она тин вот видите здесь разные здесь вот в эту такие здесь такие как будто отпечатки но это не отпечатки а сама принцип сам принцип вот видите что здесь можно рисовать вот это вот мы и я только что создала получается такую кисть сейчас поменяем параметры немножко вот большая скучность ситочка прикольно я сейчас тихонечко нажимаю совсем тихонечко сильно вот быстро тут она еще и от всяких таких параметров может быть как скорость там и так далее локальный хаос давайте уберем локальный и глобальный что у нас будет у нас будет такая более ровная структура а если локальный и сделать на 50 если локальный вот видите тут она уже так себя ведет значит локальные нужно не делать а вот сейчас убрала смуз вот такие прикольные штучки а вон глобальный давайте посмотрим глобальный глобальный вот она здесь будет там переплетаться и уберем вот это сглаживание вот такие вот ленточки это вот чем больше точечек вот видите давайте на все 100 без хаоса вот так вот мало более такие ровненькие так дальше считаю еще дампинг джиттер форсы вот треугольник это треугольник так это уже такая так дальше direction flow maps давайте рандом поставим здесь рандом здесь рандом здесь рандом здесь рандом здесь конечно мы еще не все параметры поменяли вот здесь можно вот выбирать как какому типу она будет цепочка вот это вот видите видите как красиво у нас получается картина надо сохранить этот вариант сейф вариант 7 сейф вот этот вариант мэрис ресторы сделаем вот на седьмом остановимся сейчас посмотрим еще какую можно взять вот можно взять такую то есть везде разный принцип видите здесь такой там такой был три принципа тут есть вот 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 давайте хаоса тут добавим посмотрим что изменится так с почему вы не сделали оттенок вот если сделать побольше то он будет разными оттенками вот видите давайте глобального побольше сделаем так так а что здесь еще риса то таблет что здесь углу можно сделать ширину 100 процентов джиттер по сети нужно сприн тоже играет роль вот эти вот давайте вот спину вот тогда не будет видно вот этих все тогда вообще ничего не будет так он и все с этими я сейчас не не закончу никогда так что давайте закругляться мои хорошие тем более что здесь уже много и таких так такое не знаю сейчас посмотрим как она здесь можно еще ангел нету сайс так ангел ангел тут нет он давайте велосьте икон ты добавим и сохраним каунт все сохранить вариант будет 8 все мы хороши до новых встреч еще встретимся думаю уже час сорок шесть я веду этот урок короче вы поняли самое главное это вот эти параметры просто не бойтесь их менять и можете получить очень ой хороший результат всего вам доброго друзья мои подписывайтесь на канал ставьте лайки и комментарии вы таким образом мотивируйте меня создание новых интересных видео потому что я немножко такая лентяйка скажу я вам честно вот вот все 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 до свидания до новых встреч скоро еще запишу видео вообще приходите на стримы почаще